Всего же шлемнулись 1300 россиян за последние сутки на фронте Это убитыми и ранеными Уничтожили наши 12 танков, 15 бронетранспортеров, 51 артиллерийское орудие Прошу заметить, что с артиллерийскими орудиями мы прямо не выходим, не теряем темпа Уже каждый день больше 50 артиллерийских орудий мы выводим из строя Так они долго не продержатся, россияне Потому что это их второе тонкое место Количество стволов для артиллерии это тонкое место россиян Это важно Мы выбиваем эти стволы, они их сами производить не умеют Покупают скорее всего у корейцев Ну а россияне сегодня утром ударили уже по Одессе Искандером Ударили двумя, один мы сбили, по-моему это были крылатые ракеты Искандер Попали они по гражданской инфраструктуре Опять фотографии мирного города, в котором везде идет дым В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре Одессы Известно о пострадавших, которых им оказывается медицинская помощь Ударили россияне ракетами только что Вот я сейчас записываю в понедельник днем этот выпуск Россияне ударили ракетами по Покровску Четверо погибших по минимуму, 34 раненых Среди раненых есть дети, 12 и 13 лет Они в состоянии средней тяжести В результате удара, который был нанесен ночью субботы на воскресенье По Киевской области, в Бабуховском районе Киевской области Повреждены 72 частных дома, 8 многоэтажек и 13 нежилых Помещений, среди которых центр занятости, гостиница, медицинский центр, автомойка В общем террор продолжается Про Харьков я не говорю только потому, что вчера подробно про оба Харьковских удара Я вам рассказал во время стрима Подписаться я просил Штриманометр, напомню, стоит как вкопанный Поэтому я не могу узнать, что вы подписались Но я потом ведь узнаю Он включится и я все узнаю Подпишитесь на канал Штриман, поставьте лайк этому понедельничному тяжелому видео Потому что сегодня понедельник, день тяжелый И новости такие себе Хотя вот вам, пожалуйста, дроны СБУ Это статья, кстати, из... Сейчас скажу Из Wall Street Journal Статья из Wall Street Journal рассказывает нам о следующем Это эксклюзивный рассказ о том, как мы воюем на Черном море в Wall Street Journal Как украинские морские дроны изменили тенденцию на войне на Черном море И вообще они называют это, эта газета называет эту историю Войну против российского флота Революцией в модернизации вооруженных сил То есть то, что мы сделали, построив военно-морской флот из дронов Это, по мнению Wall Street Journal, революция И революцию это совершили украинские инженеры и украинские военно-морские силы Это очень круто, что нас отмечают такие издания именно в таком контексте Раньше что про Украину писали? Ой, какие плохие, там что-то у них коррупция и так далее А сейчас мы великие инженеры, великие воины Так что наши, те, кто создают это оружие, не только защищают нас от русских фашистов Но и прославляют Украину на весь мир Так вот, дроны СБУ заложили 15, более 15 подводных мин вблизи Крыма И поразили 4 корабля тем самым российских Морские дроны Службы безопасности Украины, Sea Baby, вы слышали про такого малюки Заложили 15 подводных мин, благодаря чему поразили по меньшей мере 4 вражеских корабля Как говорится, значит, в материале После первых применений морских дронов Россияне построили большие заграждения на входе в порт Севастополя И получилось невозможно атаковать порт Севастополя беспилотниками Поэтому команда морских спецслужбистов придумала альтернативу Закладка морских мин Донные мины, сделанные из пластика, весят 400 фунтов Фунтов, извините, 180 килограмм Их трудно обнаружить, потому что они погружаются в Ил под мелководье В течение полутора месяцев профильная команда СБУ Отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта Прежде чем отправить Sea Baby для установки этих мин 14 сентября ракетный российский корвет Самум Подорвался на одной из мин, которая пробила дыру в его корме По данным издания, судно до сих пор находится на ремонте в сухом доке Дальше В течение следующих недель Sea Baby курсировали туда-сюда Заложив еще 15 мин, то есть наши Sea Baby при этом не погибают Они закладывают мину и возвращаются Во время одного из рейсов, обнаруженный тремя патрульными катерами класса Раптор Дрон открыл огонь из гранатомета, поразив вражеское судно То есть наш дрон Sea Baby везет, понимаешь, мирно и никому не мешая По нашему родному Крыму Везет мины, чтобы заложить их на вход в бухту Севастополя Его обнаруживают три ракетных патрульных катера, Рапторы российские Дрон открывает по ним огонь из гранатомета и поражает этот самый Раптор То есть дрон открыл ответный огонь, чтобы защитить сам себя 11 октября 2023 года Смотрите, все эти морские победы, мы с вами их уже обсуждали Просто раньше мы не знали, как они были достигнуты Раньше мы думали, что это наши ракеты туда прилетели А нет, это не ракеты прилетели Это мы, оказывается, закладывали мины Закладывали мины на все вот это вот Итак, 11 октября 2023 года Большой патрульный катер Павел Державин При входе в Севастопольскую бухту пробил себе борт Нет, не оцарапался об камня, а тоже взорвался на нашей мине Он шел в порт для техобслуживания Тральщики и водолазы прочёсывали территорию в поисках мин Но безуспешно Павел Державин 13 октября был перенаправлен на ремонт в другой порт Но при выходе из Севастопольской бухты наткнулся на мину Большой буксир, отправленный для его спасения, также наткнулся на мину И его самого пришлось отбуксировать обратно в порт Отлично у них там порт в Севастополе Прямо можно, работать не хочу Сначала у тебя взрывают, Павел Державин, дронами Ты принял решение чинить в другом порту Отправляешь, по дороге он взрывается Ты отправляешь за ним буксир, он тоже взрывается И теперь надо отправлять буксир за буксиром Чтобы хоть куда-то деть тот буксир, который взорвался Чтобы вытянуть взорвавшегося Павла Державин Несколько дней спустя Взрыв также повредил современный противоминный корабль Один из двух, который находится на службе в России Дистанционное минирование Вот тот самый приём По мнению Wall Street Journal Это первый в мире пример Успешного дистанционного морского минирования Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok